Здравствуйте дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами рассмотрим крупнейшие города Малороссии, которые были построены русскими. Приятного просмотра. Сегодня на территории Малороссии местные политики часто упрекают русских в колониализме. Однако многие местные жители, особенно молодого поколения, к сожалению не знают о том, что практически все города Малороссии были основаны не малороссами, а русскими еще в годы Российской империи. Итак, давайте рассмотрим список крупнейших городов Малороссии, которые были основаны русскими. Поехали. Николаев. Город был основан в 1788 году по указу русского князя Григория Потемкина в устье реки Южного Буга. Своё название город получил в честь победы русских офицеров при взятии турецкой крепости Очакова в день покровителя моряков святителя Николая Мерликийского. Уже в первые годы своего существования Николаев стал центром кораблестроительной верфи. В годы царской России город Николаев входил в состав Херсонской губернии. Уже в советский период в 1937 году город стал административным центром Николаевской области. На сегодняшний день численность населения города составляет около 450 тысяч человек. Подавляющее большинство граждан являются русскоговорящими. Кривой Рог. История города начинается в 1775 году на месте слияния рек Ингулюса и Саксагани. Кривой Рог был основан русскими офицерами и получил своё название от Кривого мыса по изверистому руслу реки Саксагань. В 1860 году здесь стали добывать железную руду, что послужило началом бурного экономического роста города. В советские годы Кривой Рог стал одним из ведущих промышленных центров Днепропетровской области и всей Малороссии. На январе 2021 года численность населения Кривого Рога составила около 600 тысяч человек. Запорожье. В 1770 году на берегу реки Днепр была заложена Александровская крепость для защиты от набегов крымских татар. В 1800 году крепость была исключена из таберей пограничных укреплённых пунктов и преобразована в город Александровск. Во второй половине 19 века в связи со строительством железной дороги и роста сельскохозяйственного машиностроения население Александровска стало расти активными темпами. В 1920-е годы Александровск был переименован в Запорожье и стал центром Запорожской области. В 1930-е годы Запорожье превратилось в большой индустриальный город, особенно после строительства Днепрогресс. Огромную роль в развитии советского авиастроения, в том числе и военного, сыграл расположенный в Запорожье машиностроительный завод ныне Мотор Сечи. На сегодняшний день русскоязычный город Запорожье входит в пятёрку крупнейших городов Новороссии с численностью населения 710 тысяч человек. Днепропетровск. В 1776 году по указу князя Григория Потёмкина на берегу реки Днепр была заложена начало построения губернского города, который в честь императрицы Екатерины II получил название Екатеринослав. После смерти императрицы ее сын Павел I, чтобы сереть память о своей ненавистной матери, переименовал город в Новороссийск. Но после свержения Павла I городу вернули прежнее название. В связи с добычей каменного угля и построению Екатерининской железной дороги в городе стали расти различные фабрики и предприятия, что сильно повлияло на рост численности населения. В 1926 году в честь революционера Григория Петровского Екатеринослав был переименован в Днепропетровск, который носил данное название вплоть до 2016 года. Наибольшего экономического развития Днепропетровск получил в советский период и уже к 1976 году численность населения города достигла около 1 миллиона человек. Во второй половине 2010-х годов в связи с политикой декоммунизации Малороссии город Днепропетровск был переименован в Днепр. В этот же период в связи с разрушением экономических связей с Россией население Днепропетровска стало сокращаться и к 2021 году достигло менее 1 миллиона человек. Одесса. По результатам русско-турецкой войны 1787-1791 годов по указу императрицы Екатерины II на берегу Черного моря на месте татаро-турецкого поселения Гожибии была основана военная гавань с купеческой пристанью, что послужило началом основания города. По одной из версий Одессу назвали честь располагавшейся в северном Причерноморье древнегреческой колонии Одесса. Уже в начале XIX века, при градоначальнике французского происхождения Армана Решелье, Одесса превратилась в главный порт Российской империи на Черном море. После эксплуатации железной дороги к 1894 году Одесса стала четвертым по численности населением городом Российской империи. На сегодняшний день русскоязычный город-герой Одесса является третьим городом Малороссии с численностью населения 1,2 миллиона человек. Харьков. Город был основан крестьянами и казаками на возвышенном плато-водоразделе реки Харьков и Лапань на месте разрушенного древнерусского поселения в середине XVII века. В связи с выгодным географическим положением уже на рубеже XVIII и XIX веков Харьков стал главным торговым, культурным и промышленным центром слабожанщины. В период с 1919 и 1934 года Харьков был столицей УССР. По своему экономическому развитию в советские годы город был третьим после Москвы и Ленинграда индустриальным и научным центром всего Советского Союза. После развала СССР экономическое развитие Харькова стало падать стремительными темпами. В итоге численность населения сократилась с 2 миллионов до полтора миллиона человек. Тем не менее, на сегодняшний день Харьков является вторым городом Малороссии после Киева. Киев. Мать городов русских, город Киев был основан древнерусскими князьями еще во второй половине VII века н.э. На протяжении более тысячи лет Киев был центром Киевской Руси, затем оккупирован поляками. После освобождения русскими царями в конце XVII века и вплоть до 1917 года был центром Киевской губернии. В 1937 году по указу Сталина столицу УССР перенесли из Харькова в Киев. После развала Советского Союза Киев стал столицей Малороссии. На сегодняшний день русскоязычный Киев является крупнейшим городом Малороссии с численностью населения в 2 миллиона человек. Вывод. Таким образом, мы видим, что все крупнейшие города Малороссии были образованы русскими. Увы, но после обретения своей независимости, власти незалежной стали массово переименовывать русские города, чтобы тем самым полностью стереть историческое прошлое. Но на этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на моем канале Мир глазами философа. До новых встреч!